Привет, друзья! Это моя картина «Глазами Вселенной». Вы, наверное, её уже знаете. Многие её полюбили. «Глазами Вселенной». Наблюдая за нами. Что мы тут делаем? Мне Татьяна, которая ведёт там интересный формат, прислала письмо. Это Артек. Она переписывается с Артеком. Кто были в Артеке раньше, и они переписываются. И там есть... Она пишет и Дмитрию Быкову, и Козиннику, и другим. Мне прислала тоже письмо. И она прислала факткарту такой. Я её выставлю, всё её разрешение в школе «Человек будущего». С благодарностью, Татьяна. Я вас очень благодарю. И там она написала мне, что Дмитрий Быков, у него день рождения, день рождения его ребёнка, и я очень его поздравляю. И я там написал, что могу поздравить ещё и тем в подарок. что я проанализировал кое-что, и могу сказать Дмитрию Быкову с удовольствием, в качестве подарка, кое-какие вещи, о которых он сам не знает. И он будет в восторге. Конечно, конечно, я сейчас скажу, потому что там одновременно Татьяна мне написала, Дмитрий Быков разговаривал в июне, по-моему, или в сентябре, с Курпатовым. Знаю ли я Курпатов? Я лично Курпатова не знаю, но его отец, Курпатов, в методическом руководстве по психотерапии отметил, что из всех методов саморегуляции, метод саморегуляции самый простой и эффективный. Ну, так что, вот такой ответ у меня насчет Дмитрия Быкова. Дмитрий Быков, я очень тебя люблю и уважаю. И еще раз поздравляю с рождением ребенка. И теперь я как раз скажу, чего ты сам не знаешь о себе. Не обо мне о себе, а о тебе. Вот три таких факта. Я смотрел на, я с удовольствием смотрю на твои выступления, и там был случай, когда ты рассказывал, курил ли ты когда-либо гашишь? Ну, и ты рассказывал, что там был смех у тебя, смех у тебя был в этом пограничном состоянии. Второй факт. Ты рассказывал о том, что в клинической смерти, которую ты испытал, что есть там такое, и там вроде бы фонарики развешивали, что есть там такое, такое, да, и тоже было такое радостное состояние, да, и я еще хочу сказать, что я тоже курил один раз гашишь в жизни. Мой друг Валерик Михайловский и я, мы с ним спрятались в машине у его папы, проректора нашего мединститута, в котором я учился, сын которого, Валерик Михайловский, который был моим другом, мы с ним чуть ли не в одной постели спали в детстве, в одном классе учились, и в одной группе в институте в медицинском учились. А когда мы были школьниками, там в гараже как раз-таки его папа москвич стоял. И вот Валерик, значит, просто покурил этот гашиш, и мне тоже говорит, покури. Я говорю, да не, не, я вообще не, 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 ну ты что? Ну ты покури, говорит, ты узнаешь, что это такое. Короче, в москвич, мы сидим в гараже, двери плотно закрыты, воздуха мало, и, короче говоря, я покурил этот самый гашиш, и у меня такое состояние через некоторое время, что он мне говорит, ну как там, как там, и так бьет меня по плечу. А я говорю, ну подожди, ну подожди, ну достало, говорит, ты представляешь, то есть в пограничном состоянии у каждого человека, вот у меня возникла на моем примере глубокая задумчивость, с которой я сталкивался потом, и когда у меня был кризис большой, там я столкнулся с этой бесконечной, на пике вот этого кризиса, что даже стих в это время написал, меня пронзила бесконечность, разумность жизни, беспредельность, и так далее, и так далее. А у тебя в этот момент смех был, а я вообще такой задумчивый, а ты вот время от времени вот третий факт, который я тебе скажу, ну любишь ха-ха, вот посмеяться, и вот я вот теперь сопоставляю вот эти факты, и говорю тебе о том, что ты, когда столкнулся с этим в клинической смерти, то ты, безусловно, по своей структуре личности столкнулся именно с этим, что тебе там гирлянды развешивали, что оно есть такое, и что там прекрасно, что там жизнь украшенная, и так далее. Вот с чем ты столкнулся, потому что структура личности такая. Вот о чем я тебе хотел сказать в подарок. Дай Бог тебе здоровья, и малышу здоровья, и счастья, и чтобы мы все, как и ты, когда были, сталкивались с какой-то пиком напряжения, ну без всякого гашиша, конечно, как и тогда выходили на пограничную ситуацию в своем состоянии, а я в свое время рассказывал, что многие люди испытывали клиническую смерть, не зная друг друга, говорили о сходных ощущениях между собой, и это позволило одному из авторов сказать, что есть жизнь после смерти. На самом деле вывод-то должен был быть другой. Дело в том, что в пограничном состоянии, которое бывает и в клинической смерти, и в трансе, в гипнозе, когда человек видит себя со стороны, и даже может увидеть себя оттуда, с потолка со стороны, и все видеть вокруг, в пограничном состоянии. Вывод-то должен быть какой? Не то, что жизнь есть после смерти, а то, что мы все одинаково устроены, что мы люди, и в конце концов мы договоримся. И в этом наша надежда. А теперь я занимаюсь тем, что создаю науку человечности, и приглашаю тебя, Дмитрий, и Курпатову приглашаю, и всех приглашаю. Давайте вместе создавать науку человечности, потому что чем бы человек не занимался, если он человек, развивает у себя человечность, то все дела его идут лучше, да, и пишет он лучше, и штангу поднимает лучше, и выступает он лучше, и арифметические задачи решают лучше. До встречи, друзья. Еще раз поздравляю, Дмитрий. Я очень тебя уважаю. До встречи.